Я есть Вселенная, Вселенная есть Я, сила мироздания моя сила, а мой дух – часть потока существования Творца всех миров. Его сила будет направлена на благо всех существ, пребывающих во всех мирах и планах существования. Реальность в истине пребудет, а ложь в иллюзии восприятия навсегда ищет. В эфире подкаст «Бетельгейзе», а также передача на межзвездном радио «Кассиопея». Физически мы находимся в Санкт-Петербурге, в центре «Кассиопея», на лобном месте Семной площади, чуть-чуть поодаль. И с вами ее ведущий Станислав и наш контактер, визионер и духовидец Сергей Соколов. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я контактер с незаименными цивилизациями. Это с цивилизацией созвездия Орион «Бетельгейзе» и цивилизация Десару. Можно немножко рассказать про планету Десару. Если кто-то не видел роликов Ирины Подзоровой с Энжерменом и так далее, на планете Десару живут такие же точно гибриды и люди, как мы, которые были спасены во время войны 12 тысяч лет назад. Они жили на Венере и перевезены на планету Десару. Они в Межзвездном Союзе состоят, а мы аффилированы. Или вот когда кто-то в НАТО, например, хочет еще только вступить. Ассоциированы, да? Ассоциированы. И еще у меня стоит два, так называемые, две системы, так называемые чипы, которые помогают мне перемещаться по космосу, по астральным мирам, по тонкоматериальным мирам и контактировать с неземными цивилизациями на астральном плане, осознанно контактировать и получать какие-то знания и передавать вам, делиться с этими знаниями с вами. Может быть, с маленького ликбеза начать, да? Как человек, будучи духом, будучи воплощенным в людей на земле, да, какие возможности, кроме вот таких вот базовых наших чувств, там, зрительного, там, звукового восприятия, какие еще виды восприятия можно развить? Ну, самое главное восприятие, которое, как я говорю, со своего опыта, со своего мнения, но со своей осознанности, как я вижу, потому что у каждой видит по-своему, и каждый прав по-своему, и это правильно, каждый прав, потому что каждый проходит какие-то уроки свои, надо разбираться индивидуально, во-первых, во всех историях, ситуациях, и поэтому самое главное, как я понимаю, это осознание себя как единым целым с Богом. Это самая главная задача всех, как я считаю, потому что когда ты себя чувствуешь как единое целое, слит полностью с Творцом, с Богом, с Абсолютом, как кому нравится называть, но потому что мы все рождены из света божественной любви, мы все есть Он, а Он есть мы, поэтому мы все едины, и в моем понимании, так как я ощутил и знаю, что это такое, я сливался с Творцом и слит с Ним постоянно, поэтому для меня те люди, которые говорят, что мы все разные, для меня это очень странно звучит, потому что мы на самом деле не разные, мы все едины и одинаковы, просто вот это вот, то, что называется разница или разные там вот эти вот, это все как бы все равно тоже единству принадлежит, потому что мы все все-таки едины, как одно поле, просто вот это создает внутреннее сопротивление, то, что вот эта сама позиция, что отделяет от Бога, сама вот это вот, то, что мы все разные, у нас там свои задачи, мы на своих уровнях, вот это вот, это и есть такое как разделение духовного уровня, их с 1 по 24, поэтому и существуют вот эти уровни школы подъема, но на самом деле, если осознаешь себя в свете Бога, то вот эти уровни становятся просто системой внутреннего мира твоего, можно так сказать, потому что ты сливаешься сразу со всем, неважно, где ты находишься, внизу, наверху, потому что ты есть все, есть в тебе все, и ты каждая частичка, и вот это чувство, которое, если развить и почувствовать, то все вопросы просто сами собой отпадают, на самом деле, их просто жизнь становится понятной, просто полностью понятной, потому что даже свобода выбора, на самом деле, это, можно сказать, иллюзия, потому что для духовного мира свобода выбора это все-таки такой инструмент, который когда, зачем выбирать, когда ты и так знаешь, что ты делаешь, когда ты смотришь с позиции безусловной любви, ты же знаешь, что такое безусловная любовь, и поэтому выбор один, это безусловная любовь, тут нету безусловной любви, нету никакого выбора, на самом деле, выбор это испытание такое. Но это уже глубокий философский вопрос, мы это можем еще будем с этим материалом, так сказать, не бороться, а принимать, вот художники говорят, борьба с материалом происходит, а нужно примятие материала. Принимать, конечно, потому что принимать все как единое, потому что любое непринятие, это опять же непринятие Бога, а отвержение чего-то, поэтому это просто мешает, не то, что мешает, но это создает дополнительные уроки, это тоже неплохо и замечательно, это выбор каждого поступать, он сюда воплотился для этого, чтобы это ощутить. И, естественно, конечно, очень необходимо, конечно, потому что у нас пока нет такой системы в школах, это воссоединение своим так называемым духовным я, еще называют высшее я, какое-то высшее сознание, высший разум, по-разному все его называют. Но суть одна, это то существо, которое находится, та память нас, находится в данный момент в духовном мире и она слита полностью с Творцом, с Отцом нашим, с тем, кто создал нас. Поэтому это было бы, конечно, всем полезно, хотя бы ради опыта, потому что своего попробовать, хотя бы попробовать на своем опыте, что это такое. Вот как раз скептикам всегда можно аргументированно хотя бы отвечать, что мы руководствуемся своим эмпирическим опытом, вот мы испытываем это. И вы попробуйте, может быть, пройти какой-нибудь сеанс регрессивного гипноза или... Есть способы, но главное, не допинги? На самом деле, те способы, которых много в Кассиопее есть, очень много мастеров различных, которые вводят к высшему я, которые обучались в школе Кассиопее. Вы, мои дорогие друзья, можете тоже подать заявку, также отучиться в школе и получить тоже опыт, потому что многие начинают говорить, просто осуждая других, не пройдя свой опыт. Поэтому вы сначала, прежде чем осуждать кого-то, вы съездите сами, попробуйте, отучитесь в этой школе, и тогда сделайте вывод свой, на своем опыте. Потому что многие даже, как я считаю, живут даже не своими мыслями, потому что в нашем пространстве существует очень много существ, и их с 1 по 56 уровень плотности тонкоматериального мира. Там же воплощены те существа, божественные существа, такие же, как и мы, только в тонких телах, материальных телах, тоже с задачей. У них разные задачи. Кто-то создает животных, кто-то создает леса, природу, камни, кто-то разбирает тела, которые у нас умерли, здесь мы выходим из воплощения, эти тела разбирают на составляющие и обратно запускают в процесс. Дальше несут вот эту энергию, потому что энергия, она никуда у нее уходит, она из одного состояния переходит просто в другое. И поэтому вот эти существа очень мне знакомы. И я бы хотел поделиться с вами, мои дорогие, тем, что мне передали мои друзья с тонкоматериального мира, который находится в 4 плотности, это самые близкие к нам, так как мы воплощены в 3 плотности, они воплощены в 4 плотности, это самая ближняя плотность, которую можно почувствовать. Их еще называют лешими, дымовыми, их называют русалками, они хранители земли, хранители природы, духи природы. Поэтому духи местности, духи каких-то стихий, там, воды, это все они. И поэтому у меня с ними произошел разговор с двумя существами, которые один, как он представился, был хранителем леса, хранителем территории леса. И это было под Санкт-Петербургом, в одной из свалок, где люди устроили свалку в лесу, вырубили леса. И вот он мне рассказывал про то, как они реагируют на это, почему они говорят. Люди творят сами вот это вот, устраивают свалки, а потом, когда ходят в лес, удивляются, почему они болеют, почему у них какие-то с ними происшествия происходят. А вот из-за этого и происходит, что идет обмен энергии. Люди то, что дают, то и получают. Поэтому, если они это не замечают, если видят только себя в зеркале, если не видят других вокруг себя, но это, опять же, их не урок, поэтому все проходят урок, надо просто этим знать. Если бы люди об этом знали, то, возможно, бы не поступали бы так. Поэтому они очень боятся, многие плазмоиды, вот оттуда же, как я видел, возникла сказка, я знаю, Колобок, один был похож на колобка, как на мячик. Эта раса, так называемая, вот этих плазмоидов, они очень пугаются. А у нас вообще стигматизированные плазмоиды, то есть, вот эти, ну, даже, может быть, со стороны христианского эгрегора, что объявляется это ересью и суеверием, духи природы, духи местности. Ну, в общем, плазмоидов у нас очень дискриминируют, дискредитируют. Они бывают, конечно, они бывают деструктивными, да. Вот. Они очень разные, цивилизации плазмоидов больше, чем гуманоидных цивилизаций. Они не пересекаются иногда вот между плотностями. То есть, вы представляете себе, какой разнообразный плазмоидный мир, и нам еще предстоит в него погрузиться. Так что же вот он еще передавал? Ну, вот, и поэтому они, как загнанные звери, прячутся в лесу, они боятся даже стука топора, вот это вот их пугает. Но когда человек идет один, они его энергетически обмениваются с энергией, вот этим страхом. Потому что они ему вот этот страх отдают. Но они идут не для того, чтобы напугать, они хотят поменяться просто любовью. Потому что для них этот страх – это любовь. Потому что у них по-другому. Они смотрят на наш мир. Они хотят также дарить любовь. Даже те деструктивные существа, они тоже хотят любовь дарить. Всем обмениваться этим. Просто у них другой взгляд на это. Потому что что-то, что для одного плохо, для другого хорошо. Поэтому все взаимосвязано, опять же, вот этим единством именно. Когда единство понимаешь, осознаешь себя в единстве, то все это становится как единым целым. Становятся видны все в себе причины, что ты здесь делаешь. Именно какая цель воплощения. Просто вспоминаешь себя и становишься светлым божественным существом. Чем мы все должны стать? Абсолютно все. Конечно, рано или поздно. Кто-то идет по пути деградации, но всегда можно повернуть вектор в другом направлении. Есть такое мнение, что с плазмоидами очень трудно говорить словами. Они больше понимают язык энергии, они есть в сущности энергетические. Но мы наладим с ними контакт, будем ставить эксперименты по выявлению их через наши ультра... Как-то фиолетовые... Инфракрасные камеры. Да, можно запечатлеть их. Мы будем эти эксперименты проводить. И по поводу плазмоидов, которые передают какую-то информацию, обычно они передают... Многие люди ходят, у них тоже, они даже могут неосознанно у них стоять какие-то чипы на астральном теле или на тонких каких-то телах. И таким образом чип может установлен быть как мысленный переводчик, и он может общаться с ними. Он даже может принимать вот эти мысли, которые передает плазмоид, за свои. Как работают деструктивные, к примеру, простой пример приведу с алкоголем. К примеру, человек, который просыпается с утра от похмелья, ему мысль влетает в голову, что вот купи алкоголь, а он хочет бросить пить. И вот он, эта мысль его уговаривает потом, что ну последний раз купи вот это вот. И он покупает, он ведется на это, но это не его... Ему просто предлагают на выбор его. То есть вот этот вот абстинентный синдром, он может быть даже навязан в какой-то степени? Ну он не просто навязан, он предложен, я бы сказал. А человек делает выбор, каждый делает выбор. Ему же предлагают, он просто принимает, опять же. Но можно принимать, нужно научиться, опять же, принимать людям не как плохое, а как хорошее, потому что как только человек научится принимать плохое как хорошее и уметь преобразовывать и растворять в свете эту энергию и ее направлять на свое исцеление, на свое восстановление, на клеточную регенерацию. У нас даже люди привыкли всегда думать, что мы постареем, старость, пенсия, вот они стареют. А это уже программа стоит в людях. У наших друзей инопланетных, у них нету такого понимания, как старение, потому что они знают, что… Они просто, да, они просто выполняют свою задачу и… Да, они наслаждаются просто. И уже начинают, насколько я знаю, уже когда выполнена задача на воплощение, начинают уже в воплощении строить себе образы духов, что их ждет в духовном мире. Кому что нравится? Конечно, потому что там в духовном мире нету времени, там прошлое, настоящее, будущее, все в одном, поэтому, так как у них есть возможность более… У них это все изучается в школе, они… Также вот как у нас сейчас появился в Косеопее канал наукообразности, очень замечательный канал, где можете также, мои дорогие друзья, научиться тому, что преподают в школах Межзвездного Союза, опять же, повторю, не спешите делать какие-то свои выводы, попробуйте сначала пройдите, опять же, на своем личном опыте попробуйте, потому что если вам попадает мысль «не нужно вам это» или там какие-то сумасшедшие люди, к примеру, или у вас какое-то непринятие или видение свое, это тоже правильно, но вы все-таки попробуйте посмотреть просто глазами тех людей, кого, к примеру, обвиняете или в чем-то не принимаете кого-то, просто поставьте себя на их место просто, чтобы на своем опыте сделать уже… Своё исследование… Своё, да, такое исследование, что это на самом деле. Даже самый заскоруженный скептик, я думаю, если до него он достучится до своего духовного «я», которое скажет ему, что он долго полз по лестнице вверх, но лестница была прислонена никто в стене. Такое бывает, да. Ему, конечно, скажут, но он даже не скажет, он просто осознает свои все причины, для чего ему это нужно. Когда человек начнет видеть причинами сразу работать над собой, именно духовно работать над собой. На самом деле, это самый распространенный ответ тех же наших межзвездных друзей. Практически на каждый вот такой вот личный вопрос или близкий к личному, они отвечают, ну, вы, конечно же, поговорите с своим высшим «я», и всё у вас будет в порядке. Потому что ещё вот такой момент, это опять же мой опыт, моё соединение с высшим «я», как я всё это осознал, полностью сливание с ним, когда то вопросы пропадают, потому что ты становишься просто таким высшим «я», ты просто сам становишься высшим «я», поэтому нету такого, чтобы задавать себе вопросы. Безусловно, на самом деле, задавайте, дорогие слушатели, себе вопросы, записывайте в блокнотик, и ещё раз и ваше «высшее я» посмотрит вашими же глазами на этот вопрос. И вот первое, что придёт вам в голову, это подсказка от «высшего я». Да, конечно. Мы просто очень многие люди заблуждаются в том, что вот это только избранные там могут высшим «я» говорить, или там должны быть какие-то очень долгие-долгие практики. Да, конечно, практики нужно проходить, но вопрос в том, что по большому счёту даже в повседневной жизни мы же постоянно в некие трансовые состояния входим, даже не понимая этого. Вот, например, да, сконцентрировавшись на какой-то мысли. Высшее «я» нам подсказывает, нужно вот прислушиваться к своей интуиции, совести. Ну, как-то ум нужно сонастраивать. Сонастраивать и пытаться как-то сквозь слои понять, где тебе сердце подсказывает, а где ум. А для этого как раз и необходима такая первая ступень, на самом деле, я бы посоветовал бы всем, это познать себя, именно себя, начать с этого. Познать себя со своего сердца, принять себя, полюбить себя, во-первых, принять себя и полюбить, как только вы полюбите себя, а так как вы едины, вы сразу полюбите всех одновременно, потому что вы почувствуете это. И начнёте просто проявлять себя как творение. Вы будете наслаждаться каждым вдохом и выдохом. И вот это состояние, вы все, наверное, большинство, знают эти состояния, когда идёт поток без мыслей, просто приходит какая-то информация. Кому-то стихи приходят, творческим людям, кому-то какие-то пейзажи, картины. И вот это и есть состояние, когда сливание идёт с высшими я, когда вы что-то искали, и вдруг вот он, раз, вот этот момент. Плюс, да, плюс какая-то информация из предыдущих воплощений может актуализироваться внезапно. Вообще, на самом деле, большой вопрос, существует ли фантазия как такова. Потому что, получается, абсолютно у нас сколько влияний, сколько энергоструктур и энергоинформационных влияет на человека, это просто, начиная от эгрегоров. Да что с эгрегоров? Вообще, эго набито, как мусорный мешок. На самом деле, фантазия существует, но это же просто непроявленная материя, на самом деле. Поэтому это... Я надеюсь, что фантазия существует. Она существует. Потому что все, чем я занимаюсь, ну, не в данный момент, кстати, должен подчеркнуть. В эту жизнь, это как раз фантазия, воображение. Да, поэтому и нужно научиться вообще узнать вообще себя, как структуру духа, из чего дух состоит. Он состоит из разума, из энергии, из духовного сердца. Поэтому, ну, с этим всем знанием мы можем также на канале Кассиопея ознакомиться. Ну, вот это все есть в Ютубе у Ирины Подзоровой. Она много раз об этом рассказывала. Техники прогулок к Высшему Я. Ну, техники, на самом деле, они очень простые. Но лучше все равно, конечно, делать выбор вам. Все равно первый раз, конечно, сходить все-таки через специалисты. Лучше даже, может быть, несколько специалистов, чтобы понять. Потому что… Да, очень много искажений ума происходит часто. Научиться. Научиться погружаться. Да, понять, как это работает. Потому что человек входит в определенное измененное состояние, альфа-состояние между сном… И это еще есть какое-то самое глубокое? Ну, это глубокое, когда в основном к Высшему Я работа с альфа-состоянием примерно… Когда еще ум может переводить как-то… Да, еще ум присутствует все равно. Он присутствует, но он находится в спокойном состоянии, в позволении такое. Он позволяет, но в состоянии вознесения находишься над своим сознанием таким. И поэтому информация идет напрямую, без мыслей. Она может и с мыслями идти, как мыслями, так и без мыслей. Может прямо из потока идти, может мыслеобразами идти. У всех, смотря какая структура духа, у какой есть какой опыт, у кого какая задача этого воплощения, у всех это работает индивидуально по-разному. Не отчаивайтесь, у всех все получится. Это несложно. Конечно. Можно хотя бы начать с того, чтобы по пробуждению обращаться к своему Высшему Я. Можете говорить наши четыре волшебные слова. То есть «благодарю» и «принимаю», «люблю» и «благословляю». Это замечательные, прекрасные слова. Да, очень. Еще очень замечательные слова. Советую попробовать, по крайней мере, проговаривать, садиться в тишине и говорить такие слова себе. Я есть свет созидающий. Я есть свет творящий. Я есть свет любящий. Я есть свет абсолютной любви. Я готов вернуться в число божественных ангелов. Я прощаю себя за все свои ошибки во всех воплощениях и неправильные установки вне воплощения. Я люблю себя и принимаю таким, какой я есть. Я любимое дитя Бога. Силой своего духа я преображаю все, что негармонично во мне с безусловной любовью, в энергию любви, света, радости и регенерации клеток, улыбку, благосостояние. Исцеление. Пробуждение. Да, пробуждение. И чтобы иллюзии развеялись. Вы можете сами какие-то свои желания... Да, конечно. Что чувствуете? Чувствуете. Просто каждый день, если будете так делать, хотя бы, может быть, у кого-то не сразу, но можно почувствовать, как действительно это будет прямо в вас активироваться. Какие-то новые впечатления, новые чувства появятся вот этой любви, которая в сердце ваше будет открыто. Это не что иное, как молитва своему высшему Я и Богу. Абсолютно. Поэтому вы можете следовать какому-то канону, какому-то эгрегору, если вам так привычно. Все религиозные эгрегоры в корне говорят об одном. Нужно только уловить этот корень, почувствовать, и не нужно себе отказывать в удовольствии, может быть, поплавать в эгрегорах, в разных, в любых. По большому счету истина вне эгрегора. Еще вот очень информацию такую передали, на самом деле, мои друзья из Десару, которые находятся здесь, так называемые, они защищают нас от самих себя. Они контролируют наши, во-первых, какие-то установки, чтобы мы не уничтожили сами себя. Но они позволяют до какой-то степени нам поиграться с этим оружием, конечно, потому что это наш выбор, это наш опыт, мы должны через это пройти. Может быть, уже достаточно? Нет? Ну, может, достаточно. Я помню, кто-то говорил, по-моему, о бурхатце, что они дали произойти атомному взрыву в Хиросиме, и еще очень многие взрывы были предотвращены. Потому что им было самим интересно, как мы справимся с этой ситуацией, насколько мы действительно сами это сделаем. Потом, конечно, они помогли уже на энергетическом плане все это дело как-то на нет свести, почистить, очистить. Да, что и с Чернобылем, собственно, происходит. Да, и все, работа происходит, просто плавная работа. Если бы они это сразу сделают, то мы это просто бы заметили сразу. Они это плавно делают так, что люди просто не замечают это. Но они делают это плавно. Все безумно удивляются всегда, что загрязнение окружающей среды просто экспоненциально растет, и масштабы гигантские, как Земля еще не захлебнулась в этих отходах бесконечных. Так вот, друзья мои, спасибо большое нашим тонкоматериальным братьям, которые, не покладая... У них нет рук, да? Не покладая тентаклей световых. Они выглядят совершенно по-разному, вообще могут принимать различные формы. Да, любые формы, как и человеческие. Если у них есть опыт был в человеческом воплощении, то они могут и представляться как человеком, входить во сны, к примеру, в снах приходить, какие-то знания давать вашими родственниками, к примеру, выглядеть как ваши родственники или друзья, к примеру. Но не только плазмоиды помогают очищать планету, но еще и наши братья, такие же, как мы, воплощены. Это планета Тик, тектианцы, они тоже чистят планету. На Байкале есть база одна из их баз. Я лично не был на их базе, я был на других базах, но, конечно, хочу побывать там, хотя их встречал, с ними общался, разговаривал. Они прекрасные, замечательные существа. А это не те, извини, существа, которые поставили такие столбы, как будто энергетические, которые с ковидом борются? Я не знаю, честно говоря. Возможно, поэтому я так про столбы. Нет, столбы вроде бы это из... Там Межгалактическая Медицинская Служба и Межзвездный Союз, они тестируют какое-то оборудование, какие-то новые устройства по очищению планеты, по гармонизации планеты. Но не только планеты, мы так, как мы тоже являемся планетой, потому что мы созданы из планеты, можно сказать, наши тела созданы. Мы слиты тоже со всем единством. Поэтому это все влияет на нас, потому что, по большому счету, косячит один, страдают все. Но если один помогает другому, то все счастливы из-за этого. Это очень простая схема, на самом деле, поднять свой дух, поднять вообще нашу планету, радость вообще. И чтобы мы, наконец, зажили, все счастливы просто стали, просто просыпались счастливыми каждое утро. Можно не дожидаться вступления в Межзвездный Союз. Все равно в этом воплощении никто не дождется, скорее всего. А, возможно, все. Да, ну, начинать уже сейчас. Хотя, возможно, все, да, безусловно. Потому что, вступая в Межзвездный Союз, как вот был опрос Межзвездного Союза, там было, не помню сколько, там было около ста тысяч человек проголосовало за и против. Ну, вот я, конечно, голосовал против вступления в Межзвездный Союз, потому что я осознаю, что если мы сейчас бы вступили в Межзвездный Союз, мы не готовы многие люди, потому что мы не умеем еще друг с другом разговаривать. Конечно. А уже хотим в космос. Я часто пишу в блогах, в какой-то полемике со своими подписчиками, почему мы не готовы, почему наша цивилизация. Вы просто обратите внимание, я даже не говорю про войны еще и про смертные казни. Я говорю даже про банальную ксенофобию, там, про расизм. То есть, вы представляете себе, мы не можем с расами там разобраться, а вы представляете какой-нибудь совершенно чудовищный инсектоид? Как вот он, или кто самые красавцы у нас? Да, они все прекрасные, замечательные. Это, да, я имею в виду для человека, который образ создан, созданный нашими фильмами, замечательными, типа «Чужой». И такие существуют наверняка. Да, они существуют. Это такие же плазмоиды. Их разные. И просто, что человек хочет, если он с агрессией… Это хищник, кстати, да, действительно, я только что осознал, что он вот такой вот, да. Да, это тоже плазмоид, такое существо. Я тоже видел подобных существ на тонком плане. Поэтому, конечно, у них функции совершенно другие, но там есть так же, как и деструктивные… Везде есть так же, как и деструктивные. Просто смотря, с какой позиции смотреть. Для моей личной позиции для меня нет деструктивы, для меня есть все единство. Поэтому для меня нету плохо, потому что для меня все хорошо, потому что я понимаю причину плохого плохо это человек сам себе делает и создает его никто это не тянет ничего не делает подобное притягивается к подобному если вы испытываете какие-то низко вибрационные допустим эмоции то есть соответственно и плазмоиды которые на таких вибрациях которые для которых такие вибрации это благо они будут собственно конечно поэтому вам при если нести свет и любовь то придут такие же существа которые с этим светом придут к вам и будет и больше приходить и чем больше вы будете дарить людям себе вообще планете деревьям птицам животным свет и любви свое сердце просто отдавать просто отдавать отдавать безусловий просто отдавать и к вам придут знания к вам придут понимания к вам придет осознанность и самое главное придет к вам отец наш Просто вы почувствуете его В себе И вам уже не нужно будет Никуда ходить и никуда ехать Потому что вы уже будете дома Где бы вы ни находились, вы будете всегда дома Потому что вы будете чувствовать Его присутствие в вас И вы будете наполняться этим присутствием Его И все пространство, где вы находитесь Будете переполнять вас Этой любовью И вы будете отдавать ее Поэтому все ваших так называемых руках вашем выборе ваших крыльях на ваших крыльях мы я так понимаю стараемся говорить в терминологиях межзвездного союза я имею ввиду там астральное тело ментальное вот это вот все как они потому что мы имеем огромное количество эзотерических традиций каких-то концепций которые одни и те же вещи там называют совершенно по-разному но ты хотелось бы когда сухо вот так вот посмотреть на уровне восприятия и куда в какую сторону надо изменять сознание ну вот я например сейчас стараюсь по крайней мере придерживаться рамок именно рамок в только в том смысле именно точки сборки межзвездного союза из этой точки понимания себя во первых потому что не отвлекаясь потому что уже выстроена структура и мне не надо ни во что верить что есть там межзвездный союз нет для меня нету такого понятия потому что я с ними встречался лично поэтому мне не нужно ничего доказывать для может быть неофитов чтобы ты пояснил на поясни за за астрал ну астрал на самом деле это информационное поле земли которая наполнена энергии мысли чувств именно эмоции человеческих такая матрица которая человек без тела когда выходит в эти эмоции его тело создается из своих эмоций которые он здесь проживает физическими дорогие друзья в скобках хочу отметить что каждый раз когда вы засыпаете вы скажем выходите в астрал да вы просто нет скорее всего если кто-то не мне понимаете а кто-то понимает это вообще прекрасно что вы там находитесь что вы не спите и так далее просто у всех опять же это через выше я можно все выяснить по какой причине человек не может осознать себя во сне может некоторые люди не видят снов совершенно когда может быть просто не входит его задачи воплощения поэтому вот как у меня например я не то что для меня я вообще не сплю как тело мое спит но я не сплю сам я просто выхожу сразу и все и ушел поэтому я 24 часа на 7 нахожусь половина жизни здесь проживая половина в астрале и там какие-то миссии задачи определенные но это мое воплощение я сам его выбрал это мой был выбор поэтому я полностью по крайней мере автономен у меня немножко другая структура как и у всех у вас хотя я един с вами опять же вот это вот состояние это просто инструмент вот это вот разделение опять же это просто инструмент потому что в духовном мире это все не будет этого это дорогие друзья духовный мир это не астральный да это немного это не астральный мир но хотя все то что даже вот сейчас у вас взаимосвязано всех окружает мы одновременно находимся в духовном мире в тонкоматериальных мирах 56 плотности духовный мир он находится везде и нигде да он просто там нет пространство состояния мы быть 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 вечность как эйрл помнишь говорила я быть я есть и поэтому вот эта точка начала это абсолютно первоначально это источника сюда источник потому что божественное начало есть во всем во всем есть божественное начало и вот эта точка сборки божественное начало и проявляется здесь материи так бы уже завершение духовность переходит материю она переливается как бы из материи уже мы проявляемся в этом и прелесть потому что в духовном мире к примеру нету такого как здесь мы мы здесь счастливы больше принципе как я считаю что мы воплощение находишься более счастливы чем в духовном мире духовные яркие ощущения да здесь просто ощущение елена да здесь они есть тут они меняются здесь совершенно даже пусть они грубые как там в этом есть прелесть самого потому что там там нету звуков к примеру там нету звуков там есть просто образы там есть все что вы будете слушать это вот воспоминания воспоминания это все в одном состоянии а здесь в том-то и дело что мы проявлены сами мы здесь проявлены в этом и прелесть сама проявление нас как божественных существ материи те кому сейчас плохо те кто испытывает негативные эмоции вибрации поверьте вы это ваш урок это закончится ангелы смотрят на вас и радуются что как что вы это испытаете его вас ждет освобождение вы сами освободитесь как только примите это что это неплохое просто ваш урок и опыт что это тоже любовь и вы это выбрали сами не кто-то вас заставлял вы сами когда шли воплощение выбирали себе это воплощение выбирали вот эти болезни себе так называемая карма как многие называют ее но на самом деле это просто то что не хватает вам во первых когда дух вселяется в тело он становится душой когда человек выходит из воплощения он становится обратным духом переход поэтому душа когда находится именно воплощение и не проходит примеру программа своего воплощения живет в деструктиве непринятие оскорблительных в тяжести в каких-то непонятных вот этих деструктивных ситуациях там в алкоголе наркотиков и тому подобное но он когда выходит из воплощения он просто видит осознает себя целостным но из-за того что он создает себя целостным он видит в себе вот эти вот причины эти тяжести вот эти как называемые блоки не было это что понижаете продам понижает который как груз тянет его на уровень на свой и он он понимает что он свет вам понимает но он не может подняться из-за этого груза он хочет очиститься он хочется чистым он видит не только своими глазами то что он сделал но он увидит еще глазами тех кто кто сделал как он это делал он чувствует прямо прочувствовать все как он вредил сам он видит всеми потому что он можно же можно же и не не уходы выходя из воплощения метаною когда получить то есть именно момент когда вы осознаете вот осознаешь уже даже слово настолько изнасилованное вот это все равно что слово помнишь было когда-то вдруг модно сговорить пространство что не открывали все пространство а сейчас вот это осознание пробуждение уже уже не знаешь куда и деться нам и ну ну какие слова есть слова поэтому нас обращать надо проще как бы на самом деле все есть в каждом все знания есть в каждом надо искать в своем сердце они его где-то во внешней среде знания потому что может человек с рождения знать все полностью книги наизусть все технологии знать но он не будет или 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 совершать вот ритуалы не осознавая что он делает по большому счету вот я например по-другому начал осознавать таинство причастия после того как сам иисус сказал что это значит и что что каждый раз когда вы принимаете плоти кровь иисуса этим сим и искренне это делаете то этим символическим актом этом вы открываете свое сердце христу и он сидя на своем прекрасном острове на планете бурхат занимается вот нашими какими-то кармическими нестры преобразовывать и образовывать нашу энергию тех кто просит те кто с ним вот он просто преобразует и помогает нам стать приблизиться опять же стать единством вернуться домой осознать себя процесс вот и исповеди да можно я так думаю даже не обязательно с священником мусс проходить тут главное внутри себя это обозначить простить себя до простить полюбить себя любить на и принять это как замористов вам в этом поможет как классный опыт принять это не как какой-то деструктивно даже если что-то вы сделали плохое или что-то это был ваш урок просто ваш урок принять это как хорошее потому что с позиции безусловной любви взглянуть на этот поступок ваш потому что если бы его не было то вы бы не стали бы тогда был и лучше как мне сказал наш отец бог когда он первый раз я услышал его слова у себя в голове он сказал мой сын вот ты опять пришел ко мне ты понял наконец что слово страх это неплохо для тебя страх это опыт страх это тоже любовь и поэтому и я понял что мне был дан урок дан для того чтобы я стал лучше чтобы я осознал себя лучше осознал чище себя поэтому я желаю вам мои дорогие друзья стать свободными я желаю вам чтобы вы стали светлыми божественными существами чтобы на сто процентов выполнили свою задачу воплощения потому что я всегда с вами затем а затем в полной гармонии уже исключительно мысли образами создавали себе уютное место в духовном мире так как это делают наши друзья международные союзы в основном однако кстати многие спрашивают вот бурхатцы живут там тысяч по тысяче лет там чуть плюс-минус именно а мы вот так вот мало и все все возмущаются почему так они могут жить и вообще как бы скоку вообще да что у них нет от человека человека и у вас такая сильная программа старения что ее никак просто человек на самом деле делали такое тело существо если бы человек бы с каждым утром бы говорил себе вообще как можно чаще что с каждым вдохом я мало и светом божественной любви и от этого я становлюсь моложе с каждым выдохом я еще моложе становлюсь и начать себя молодить с каждым вдохом потому что вы на самом деле не стареете а вы молодеете потому что чем вы дальше идете вы наоборот становитесь только моложе а не стареете если уберете такую просто установку Из своей головы просто уберете И поверите в это, что вы молодеете Наоборот, что действительно Вы это поверите И вы это заметите И как только вы заметите Это включится у вас еще больше вера в это И вы это еще больше почувствуете А вера это серьезная сила Ее нужно заслужить Просто я бы даже сказал Не заслужить, ей нужно Стать просто Выйти за пределы этого состояния Это и есть осознанность Опять же возвращаемся В первоначальном состоянии Осознание себя как единым целым Потому что когда ты осознаешь себя В единым целом, тебе даже верить не нужно Потому что зачем тебе верить Ты просто уже знаешь Ты просто уже все Ты существуешь Тебе не надо вообще просто все Ты уже состоялся во всем и везде Ты знаешь уже все Тебе даже знать не надо Потому что ты являешься всем Все просто. Живите, радуйтесь, любите друг друга и наслаждайтесь. Многие люди, покрытые слоями проблем, каких-то житейских, духовных, когда они очень сильно загораживаются от света, теряют надежду на обретение уже какого бы то ни было света. Как правило, это происходит, я сам это проходил, это происходит такое вот темная ночь души или как-то, что называется, духовная смерть. И через такие моменты полного скептицизма, недоверия, это тоже полезный опыт, очень даже. Потом на контрасте, если доведется в этом воплощении все же эту форточку открыть, а потом выйти в нее, главное не перепутайте с форточкой в собственной квартире. А так и так бывает. Можно на самом деле сделать даже, может быть, отдельную какую-то передачу или по поводу как раз вот этих моментов, потому что у меня тоже был опыт моего воплощения, именно опыт через деструктивное падение. Поэтому, так как я воплотился с 17 уровня и упал до 4, и просто я понял свой урок, поэтому это можно все как бы обсудить и полностью разобрать на самом деле, как это все работает. Что, почему вообще сами причины падения, что они даны для чего, как это работает. Потому что через падение очень можно быстро подняться, если осознаешь падение. Говорят, есть такая программа, я имею в виду ментальная, что очень легко падать с горы, но трудно подниматься. Переверните все. Есть еще такой смысл, что главное не сколько раз ты упал, а сколько ты поднялся. Наш дебют в эфире космического радио Кассиопея подходит к концу. Мы посылаем вам свет безусловной любви. Пожалуйста, присылайте в комментариях к этому ролику на ютюбе ваши вопросы. Они могут и повторяться, например, если в основном канале Кассиопея вам, может быть, как-то неподробно раскрыли информацию, или вы что-то еще хотите узнать, не стесняйтесь, наиболее интересные вопросы мы обязательно озвучим. Я тоже хочу послать вам свет своей любви и пожелать вам, чтобы вы прислушались к своему духовному сердцу и стали все-таки светлыми божественными существами. И чтобы у вас сбылись ваши все мечты, чтобы вы осуществили все свои, безусловно, планы в этом воплощении, нашли себя, нашли свое предназначение, именно своей души, просто очистились. Спасибо вам! Спасибо! 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 Есть! Я есть Вселенная. Вселенная есть Я. Сила мироздания моя сила. А мой дух часть потока существования дворца всех миров. Его сила будет направлена на благо всех существ, пребывающих во всех мирах и планах существования. Реальность выстигнет, а ложь и люди, и настоятие навсегда исчезнет.